Россия. Полицейские будут снимать отпечатки пальцев при проверке документов. В Узбекистане усиливается контроль над мечетями. Имам Хатыб уволен за незнание гимна Таджикистана. Российские полицейские могут проверить идентификацию личности под печатком пальцев. Соответствующий приказ подписал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, пишет сайт legalpress.ru. На данный момент планируется снимать отпечатки пальцев только у тех, кто в момент проверки полицейскими не имеет при себе паспорта. И поэтому, на мой взгляд, дактилоскопия иностранных граждан... Напомним, что согласно действующему в России законодательству, обязательное дактилоскопирование должны проходить трудовые мигранты, а также постоянно проживающие в стране иностранцы. Основная цель дактилоскопической регистрации иностранных граждан это... Узбекские власти снова начали контролировать мечети страны. Радио Азадлик со ссылкой на заместителя имама ташкентской мечети Чопоната пишет, что в дни празднования Курбан-Байрама 21-23 августа помощник имама мечети Чопоната вынужден был зачитать прихожанам текст проповеди, полученной от Духовного управления мусульман Узбекистана. По словам помощника имама, власти возобновили контроль деятельности всех мечетей страны, в том числе и пятничные проповеди. Один из сотрудников Думы подтвердил данный факт, сказав, что в 2039 мечетей были отправлены одинаковые тексты проповедей на пятничный намаз. За последние два месяца руководство Думы уволили сразу несколько десятков имамов, которые, не обладая достаточными знаниями, отвлекали прихожан, распространяя в своих проповедях неподтвержденную информацию. С февраля по июль этого года мечети Узбекистана осуществляли свою деятельность без контроля сверху, сообщил сотрудник Думу. Эксперты связывают усиление контроля над мечетями с назначением в июле этого года на должность заместителя председателя Духовного управления мусульман, офицера службы государственной безопасности СГБ Дельшода Хашимова, а также назначение на должность заместителя председателя Комитета по делам религии при кабинете министра Узбекистана подполковника МВД Нуримона Абдулхасана. Имам Хатыб в мечети Пенджикента уволен за незнание национального гимна, сообщает Радио Зоди. Имам Хатыб рассказал журналистам, что он получил уведомление от Комитета по делам религии о том, что он не имеет права занимать должность имам Хатыба из-за его незнания национального гимна страны, в связи с чем на его место назначен другой имам Хатыб. Примечательно, что ежегодно во время аттестации имам Хатыбы проверяются на знания национального гимна, знания государственной символики и правил совершения намаза согласно ханафитскому масхабу. Да, сначала тестируем на знания гимна и государственной символики, потому что имамы являются госслужащими и должны это знать. К тому же государство платит им зарплату, заявил начальник отдела по делам религии города Пенджикента Саиджон Шадиев. Напомним, что в Таджикистане имам Хатыба назначается Советом Улемов по согласованию с Комитетом по делам религии и получает зарплату от государства в районе 1000 сомани, что приблизительно равняется 100 долларам США. Ак-шиттан, благодаря тому, что сегодня мы, молодцы, предоставим, что мы, молодцы, живем.